Мистер Призрак Мастер ритуалов Инь Шисань останавливается в доме, где живет преуспевающий купец, чтобы изгнать призрак девочки по имени Пэй Юань, которую по приказу купца и его жены закопали живьем в гробу с их умершим сыном. Несмотря на свой род занятий, Шисань не верит призраков и знает, что за паранормальным всегда стоят настоящие люди, пытающиеся таким образом скрыть свои преступления, и он быстро этих людей находит. Однако на этом его путь здесь не заканчивается, за помощью к нему обращаются и другие, и они удивительным образом оказываются связаны с его собственным прошлым. Китайскому онлайн-кино еще не исполнилось 10 лет, но за это время оно прошло большой путь, эволюционировав из дешевого полулюбительского трэша в полноценное направление современного развлечения. И на примере Мистера Призрака эту эволюцию хорошо видно. Его создатель, сценарист, режиссер и продюсер Тоджан в интернет-кино чуть ли не с самого его зарождения, и одним из его первых хитов стал комедийный хоррор Мастер Иньян, который вышел в 2015 году и сделал звездой актера Пен Юйси, до сих пор эксплуатирующего свою популярность в этом жанре. Тот фильм представлял собой альманах из трех мистических историй, в которых мастер ритуалов в исполнении Пена разбирался со всевозможными паранормальными явлениями, и популярность картины привела к появлению еще двух сиквелов, снятых также Джаном. Но затем китайская цензура добралась до онлайн-кино и распространила на него свою главную доктрину недопустимости паранормальщины на экране, что заставило авторов переключиться на фильмы других жанров. Мистер Призрак – своеобразный ребут этой франшизы, снятый все тем же Тоддом Джаном. Китайские названия этого фильма и мастера Иньян одинаковые. В обоих фильмах есть персонаж по имени Бао Ху Лу, которого играет один и тот же актер Гао Чен Лун. И новый фильм, так же как и старый, состоит из трех кажущихся независимыми историй, но картины не сходятся в главном. В Мистере Призраки образца 2023 года совсем нет призраков. Инши Сань не столько мастер ритуалов, сколько следователь, который внимательно анализирует факты, собирает улики и в конце концов вычисляет истинного виновника. И в Мистере Призраки тот Джан как сценарист и режиссер ставит перед собой задачу не только напугать, но и вскрыть ужасы, которые творят сами люди, отталкиваясь от феодальных суеверий. А также упаковать это все в некую единую историю размышления о том, на что способна человеческая психика, чтобы справиться с травмой. Чтобы не выдать главный сюрприз фильма, не будем больше обсуждать его сюжетную структуру, но отметим, что несмотря на неоригинальность этого подхода, он по-прежнему неплохо работает, добавляя истории глубину и эмоциональность. Мистер Призрак еще и профессионально снят с сугубо жанровой точки зрения. Авторы часто переключаются на рассказы второстепенных героев, и в них уже дают себе возможность поиграть в настоящие ужасы, которые никак не нужно объяснять и развенчивать, ведь мало ли что там себе могут напридумывать люди. Тот Джан – мастер этого жанра. Его интернет-фильм «Город Призраков», построенный по этому же принципу, стал одним из главных хитов стриминговых сервисов в 2022 году. И хотя с тех пор появилась масса похожих проектов, и о рекордных результатах «Города Призраков» тут и речи нет, в коммерческом плане мистер Призрак выступил все-таки весьма удачно. Но это ни в коем случае не начало какой-то новой волны. Скорее, какой-то неизбежный этап перегруппировки жанра и китайского онлайн-кино в целом, на котором его ветераны возвращаются туда, с чего начинали, чтобы переосмыслить пройденный путь в поисках вдохновения.